Без вины виноваты. Жители нескольких многоэтажек безосновательно ропщут на работу регионального оператора. Давай поженимся теперь и в Благовещенске. Выпускники первой гимназии отпраздновали последний звонок в стиле ТВ-шоу. Сделать селфи со склерозом. Актеры драмтеатра готовят премьеру об одинокой старушке. Об этом и не только расскажем прямо сейчас. В эфире новости города. Здравствуйте. Идеально чистые мусорные баки и катастрофически грязная территория рядом с ними. Новые проблемы, с которыми областному центру пришлось столкнуться после начала мусорной реформы, выявили общественники. Вместе со специалистами управления ЖКХ и административной комиссии они отправились в рейд. Изучили места, на которые поступило больше всего жалоб. Их состояние оценил наш корреспондент. Англичане шутят. Есть три вещи, на которые можно смотреть бесконечно. И пусть горящего огня и текущей воды во дворе дома в районе ЖД вокзала нет, работающих людей уйма. Пока жители облагораживают сад, водитель мусоровоза опустошает баки. Идеальную картину портит груда мешков со строительным мусором. Лежит у площадки месяц и надоедает местным. Конечно, неприятно это все видеть. Сделали, убрали территорию, почистили. Ну и ввезите через день, через два, через три. Но не через месяц же это надо. С аналогичной ситуацией столкнулись и жители Пионерской 3-1. Думая, что в залежах мешков с кирпичами виноват региональный оператор, они пожаловались активистам Народного фронта и специалистам управления ЖКХ. И вот что выяснилось. Строительный мусор к твердым коммунальным отходам не относится. А значит не находится в ответственности регоператора «Полигон». Физическое лицо, если невозможно найти, которое вывалило это, значит ответственность будет нести управляющая компания. А вот в бардаке на Горького Калинина управляйка ни при чем. Давно переполненный одинокий бак принадлежит местной пивнушке. Ее хозяин второй месяц не может дойти до офиса регоператора, чтобы заключить договор. Поэтому понесет наказание. За мусор на прилегающей территории юрлицу полагается штраф в 20 тысяч рублей. Я думаю, пока у нас будет сознательность граждан, пройдет достаточно много времени. Сознательность граждан фронтовики проверили в пяти местах и сделали выводы. Я вам хочу сказать, что на самом деле у нас все не так плохо. Не могу сейчас назвать какие конкретно субъекты, но общаясь с коллегами, понимаю, что где-то совсем критично, где-то критично, но возможно исправить, а где-то требуется еще долговременная работа. Какие еще места требуют доработки, общественники планируют проверить по всей области. На следующей неделе они отправятся изучать контейнерные площадки Екатеринославки и Бурейского района. Кристина Каширин, Андрей Белый, программа «Город». И в продолжение темы. Остановить захламление берегов амурских водоемов призывают специалисты Росрыболовства. С приходом в регион тепла у озер и рек возросло количество несанкционированных свалок. Залежи мусора оставляют после себя любители отдохнуть на природе. Новые свалки пластиковых и стеклянных бутылок, полиэтиленовых пакетов, металлических банок обнаружили специалисты Росрыболовства во время запланированного объезда озер в Белогорье. К сожалению, поймать за руку виновников не удалось. Если мы видим, что транспортные средства стоят, производят мойку, выбрасывают мусор, мы таких оформляем по статье 8.42 за незаконную деятельность водоохранной зоны. Статья предполагает штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей. К слову, водоохранной зоной считается территорией в 50 метров от малых водоемов и 200 метров от больших рек, таких как Зея, Амур, Архара и Бурея. С 1 июля дольщики будут платить за строительство своего жилья не застройщику напрямую, а в банк. Изменения в законодательстве обсудили в амурском правительстве. Деньги вкладчиков будут храниться в банке до ввода домов в эксплуатацию и заключения договоров собственности. Эта мера обезопасит дольщиков от недобросовестных строительных компаний. Сегодня в регионе возводится 19 домов за счет средств будущих жильцов. В скором времени Амурский Минстрой планирует внедрить и программу реновации. Мы сейчас прорабатываем все постановления, смотрим практику в Московской области, других регионах, как нам центр города избавить от ветхого жилья, в части каких-то некрасивых деревянных строений. Правительство готово создать условия для подобного строительства. К тому же в центральных частях уже есть коммунальные сети. Это уменьшит и себестоимость жилья. 27 миллионов рублей. Такую сумму задолженности по алиментам удалось взыскать с неплательщиков Амурским судебным приставом с начала года. О том, как заставить должника заплатить по счетам, специалисты рассказали на тематическом приеме. С таким вопросом к судебным приставам обратилось 10 амурчан. Решить проблему с невыплатой алиментов до встречи удалось в четырех случаях. Остальные заявители получили консультацию. Напомнили приставы и о том, что должники могут получить не только административное наказание и принудительное обязательство платить деньги своим несовершеннолетним детям, но и уголовное преследование. В городе Благовещенске один из должников на сегодняшний день был вынесен приговор суда. Лишение свободы сроком на один год-два месяца и должник в городе Зэй был лишен в этом году на один год-четыре месяца. Больше всего неплательщиков алиментов живет в Благовещенске. Из 10,5 тысяч дел, находящихся в производстве у судебных приставов, 6200 на жителей областного центра. Средняя задолженность по алиментам в области – 88 тысяч рублей. Максимальную накопила мать пятерых детей из Сковородина. Больше двух миллионов. Почувствовать себя звездами телевизионных шоу «Голос», «Танцы» и «Давай поженимся» удалось выпускникам первой гимназии во время прощания со школой. Для них еще свыше тысячи 11-ти классников в Благовещенске прозвенел последний звонок. На веселом и одновременно грустном празднике побывала наша съемочная группа. Это всего лишь мой живот. Нам нужно решить наши проблемы с едой, потому что мне нужен белок для роста моих мышц. Участниками реалити-шоу «Последний герой» почувствовали себя сегодня городские гимназисты. Василий Жернаков примерил роль спортсмена, хотя в настоящей жизни больше увлекается не тягой штанги, а изучением языков. Хочет стать языковедом. Кроме знаний рассчитывает в будущем и на свою артистичность. Она не раз выручала в школе. Когда я говорил, что я забыл тетрадки или опаздывал на уроки, я всегда говорил, что у меня было столько проблем, я переводил бабушку через дорогу, я там, не знаю, клумбу посадил по пути в школу. Так что, да, конечно, это помогает. Может, во взрослой жизни поможет? Ну, конечно, поможет. На работу я тоже буду, скорее всего, опаздывать. На последний звонок не опоздал ни один из выпускников. Несколько месяцев они готовили трогательные поздравления для своих учителей. Слез держать не смогли ни дети, ни педагоги, ни родители. Последние переживают даже больше выпускников. Я многодетная мать и первый ребенок, это у меня старший сын, вот сегодня выпускается, Глебов Алексей. Взрослый, красивый мужчина, как бы приводил ребенка, такой маленький. Первый раз так страшно было его отдавать, и так, как его забирать, как он дойдет, столько было волнений, а сейчас уже вот самостоятельный, большой. Последний звонок прозвенел для 115-11-классников первой гимназии. Мэр Благовещенского Валентина Калита всем пожелала найти свою дорогу в жизни, а окружающим не пожалеть напутственных слов. Которые для них важны, будут для того, чтобы выйти на финишную прямую и смело, достойно доказать, что они имеют знания, с которыми они будут конкурентны в этом большом взрослом мире. 11 лет назад я, как и многие другие, пришла в эту школу вместе со своей внучкой, и сегодня она заканчивает школу. В этом году в Благовещенске оканчивает школу 1140 11-классников. Каждый надеется на удачу на одном из главных испытаний – экзамене. ЕГЭ начнут сдавать уже 27 мая. Кристина Слепцова, Денис Лугов, программа «Город». Для учеников сразу пяти городских школ и лицеев последний звонок прозвучал дважды. Выпускники решили отметить один из самых важных праздников юности не только на суше, но и на воде. Целый час 11-классники провели на борту теплохода. Наш оператор запечатлел. Денис Лугов, программа «Город». Около 20 тысяч благовещенских школьников отдохнут на летних каникулах в пришкольных и загородных лагерях. В областном центре завершается подготовка к летней оздоровительной кампании. На нее в этом году выделили 14,5 миллионов рублей, более пяти из которых – средства городского бюджета. Миллион направят на проведение профильных смен. В этом году мы планируем организовать 25 профильных смен. Самые различные направленности – это техническая, спортивная, эстетическая, экологические смены. Кроме этого, в этом году мы уже второй год подряд продолжаем работу с Новосибирским государственным университетом. Проводим физико-математическую и научную смену, в которой пригласим участвовать 50 детей. За саму смену родителям платить не придется. Деньги потребуются лишь для расчетов с преподавателями университета, которые будут проводить занятия. Это около 9 тысяч рублей. Между тем, готовность пришкольных и загородных лагерей к летнему отдыху детей с 27 мая начнет проверять оздоровительная комиссия. Сами же смены стартуют с 1 июня. Продолжаем. Орден Красной Звезды пыталась вывести за границу Благовещенко. Не вышло. Сотрудники таможни обнаружили награду с помощью рентген-установки. Орден изъяли. И отправили на экспертизу. Она подтвердила, серебряный орден действительно является государственной наградой СССР. Согласно закону, вывозить его за пределы Евразийского экономического союза запрещено. Есть лишь одно исключение. Орден, являющийся государственной наградой, может быть вывезен лицом, который был награжден этой наградой. Это может быть гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, либо лицо безгражданства. С обязательным представлением документов на эту награду. Между тем, женщину, пытавшуюся вывезти награду за границу, признали виновной в совершении административного правонарушения и назначили наказание в виде конфискации товара. Сам орден передали в федеральную собственность. В Благовещенске разыскивают Вадима Акимова. 41-летний мужчина ушел из дома 17 мая и до сих пор не вернулся. Известно, что в этот день он пошел к друзьям на день рождения. После вернулся домой. С ним созванивались родственники. Но на следующий день перестал поднимать трубку. На связь ни с кем из друзей и близких не выходил. Родственники написали заявление в полицию. Там подтвердили, что ведется розыск Вадима. Всех, кому что-либо известное местонахождение мужчины, просят звонить по телефону, что на экране. Лучше склероз в руках, чем Альцгеймер в перспективе. Этой и не менее забавными высказываниями сыпет главная героиня спектакля «Селфи со склерозом». Новинку с интригующим названием для горожан готовят артисты Амурского театра драмы. Заглянуть на репетицию спектакля удалось Кристине Слепцовой. Завораживающий свет, звук лющейся воды. Похоже на комнату для релаксации. Но эта квартира главной героини спектакля Майи Михайловны. В роль 92-летней одинокой старушки вживается Наталья Петрова. Заслуженная артистка при Амуре служит в театре уже 38 лет. И каждую роль на сцене проживает. Но ухватить некоторые амплуа до конца даже ей иногда не удается до самой премьеры. Вы знаете, это часто бывает не только у меня, а и у всех актеров. Со временем мы всегда считаем 10 премьерных. И там уже идет, там уже другие какие-то эмоции, другие. Все это идет. И каждый раз спектакль по-разному идет. И вообще, кто вы такой? И что вам здесь нужно? Ну, я с вами живу. Неизменным остается число актеров. Их в селфи со склерозом трое, а вот ролей шесть. Совмещать в себе сразу четырех героев приходится Максиму Червякову. Затем, как начинающий 24-летний актер репетирует, подсмотреть не разрешили. Чтобы лишний раз не волновать видом камеры. Но как он вживается в роли, Максим все же нам рассказал. Это такой трэш просто. Ты забегаешь, быстро скидываешь, быстро одеваешь и уже стоишь на готове. У тебя просто секунд буквально 10-15, чтобы вот так вот взять, сбросить старое и взять, так сказать, новое. Мало поменять одежду и характер. У меня вообще просто другая национальность. Это очень сложно. До этого я был простой, так сказать, русский парень молодой. А тут я уже грузин. Над монохромными декорациями работала художник Елена Сорочайкина. Она славится необычным подходом к работе. Например, в спектакле «Тортюв». Новые рассказы о человеческой судьбе и отношениях артисты и зрители увидят в бирюзовом цвете. Спектакль режиссер Павел Рукавицын поставил под наименной пьесе киевского драматурга Александра Володарского. Селфи со склерозом. История об обычной женщине, у которой очень необычный сожитель. Зрители поймут этот спектакль. Я не люблю рассказывать, о чем спектакль. А то, знаете, друзья, вы знаете, вот эта история о том-то и о том-то. Вот вы приходите и будете все вот это вот знать. Пьеса очень оптимистичная, очень добрая. А о чем спектакль? Ну, приходите, смотрите, разбирайтесь. Разобраться с сюжетом трагикомедии горожане смогут уже в эту пятницу. Также премьерные показы селфи со склерозом пройдут в субботу и воскресенье. Кристина Слепцова, Андрей Белый. Программа «Город». Благовещенские любители сказок и музыки совсем скоро смогут получить наслаждение от двух своих хобби одновременно. 1 июня театр песни «Акцент» представит на суд зрителей музыкальную сказку «Карлсон встречает друзей». Выступление пройдет на сцене общественно-культурного центра. А наша постоянная телезрительница посетит его абсолютно бесплатно. Недавно в рубрике «Лишний билетик» мы спросили, в каком городе, согласно книге Астрид Лингрен, живет Карлсон. Первый правильный ответ «Стокгольм» на наш телефон прислала Елена Слепцова. В детстве женщина зачитывалась сказками писательницы и мечтала попасть в ее произведение. Астрид Лингрен, это я еще наизусть, как говорится, знаю до сих пор, помню, как прочитала в детстве. Эмиль из Лени Берге тоже интересный. По данным рассказам был снят фильм, тоже смотрела. Интересно очень. На концерт победительница пойдет с сыном и дочерью. А с приобретением билетов для них ей традиционно готовы помочь в кассе ОКЦ. Благовещенских художников, авторов почтовых открыток приглашают принять участие в торжествах по случаю Дня города. Свои работы они смогут представить жителям и гостям областной столицы 2 июня. Специальную площадку им выделят на площади Ленина. Там художники смогут организовать выставку и распродажу открыток. Здесь же будет работать мобильное отделение Почты России. Благодаря чему горожане смогут абсолютно бесплатно отправить почтовые карточки в любую точку мира и поделиться праздничным настроением со своими далекими близкими. Заявки от желающих поучаствовать в выставке принимают в городском доме культуры по адресу улица Ленина, 144 или по телефонному номеру, который вы видите на экране. На этом у меня все. Я напоминаю, присылать свои истории, фото и видео вы можете на наш WhatsApp. Они могут стать новостями в программе «Город». Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...